Всем привет, это снова Booster, обсуждаем новости мобильного рынка и IT-технологий Погнали! Начнем с неэкспертного В России появилась новая социальная сеть, называется Ask Me Ничего не напоминает, как и раньше? Очень напоминает, Аня, у меня флешбеки пошли просто Но это не то, что ты думаешь, это не Ask.fm, не там, где не спрашивай.ru даже Это соцсеть с прямой монетизацией пользователей То есть ты там можешь спрашивать у звезд, у всяких блогеров советик за деньги Экспертные блогеры вот эти, да? Трендовое, что там будет, это личные видеопоздравления звезд Ты сможешь за деньги попросить видеопоздравления записать какое-то Такое есть, такой проект уже есть, но он не российский, конечно же, западный Там различные звезды за денежные средства, вознаграждения Могут поздравлять или записывать любые другие видеосообщения Чак Норрис Да, или всякие поздравления от звезд сериала Офис, я видела, очень популярные Ну, короче, блин, это классная вот эта тема И это не дипфейки? Нет, от настоящих людей они, правда, получают за это деньги Кого бы вы хотели на день рождения? На мой Из русских звезд или из любых? А, любых Из любых? Ну, блин Прям вот кто бы, ну, понятно, что... А только живых можно? Не, мертвых тоже можно Дэвид Боуи Хорошо Спасибо Пожалуйста Ради Меркурии Мы только по мертвым, короче, если что Они мертвые Ты сказал, можно Ну, просто, на всякий случай, ну, вдруг Саша? Не знаю, Арнольд Шварценеггер Он жив Вот, хорошо Хорошо Давайте определимся мертвыми Более реально Только Саша просто понял, в чем суть Это живые А примеры вопросов есть? На скриншотах приложения В качестве примера спрашивают у какой-то блогерши, которая готовит Типа, как приготовить яйцо пашот? А чем это отличается от Инстаграма, например? Так это за деньги В Инстаграме ты бесплатно спросишь, как готовить яйцо пашот А, ну, конечно, это будет пользоваться популярностью, если за деньги-то Нет, ну, здесь, наверное, можно взять какую-то консультацию, там, у профи, у какого-нибудь бизнеса На самом деле Ну, да Ну, это как пример просто, может, что-то, типа, полезное Так, не, просто мне интересно, кто вот такую инфу даст, за которую люди и заплатят, и что он такой Вот в Инстаграме не расскажу Все приходите ко мне на Ask Me Ask you Ask что? Ask me, да Вот, и вот там только я, вы мне можете задать самые каверзные вопросы Самое странное вообще слышать от тебя, типа, кто вообще заплатит деньги за информацию? Это просто создатель Академии У нас в App Booster, кто будет платить деньги за информацию? Я не говорил, кто будет платить деньги Во-первых, возможно, Академия будет на Ask Me Следующее, что мы видим, аккаунт Евгения на этой площадке Пожалуйста, в какую камеру посмотреть, чтобы обратиться к разработчикам Ask Me У меня есть контент, если что, для вас Ну, как бы, есть вариантики, вы, главное Выходы есть Да, координаты знаете, там внизу все написано А цены устанавливает тот, кто отвечает или приложение? Да, устанавливает блогер, то есть он сам может установить цену на свои ответы Сто тысяч Миллионов Миллионов За ответик Сколько вы бы взяли вопрос про яйца пашот? Сколько вы готовы за это заплатить? За эту инфу? Да За то, чтобы мне кто-то рассказал, как делать яйца пашот Я, как человек, прошедший через множество яйца пашот неудачных Готов много отдать, чтобы вернуть все яйца Ну, в смысле, чтобы они были хорошо приготовлены Да, ну, я бы, наверное, соточку мог бы отдать То есть, подожди, ты умеешь делать яйца пашот? Нет, по-прежнему нет Я жду, кому отдать сотку на Ask Me А в смысле, что тебе просто какую-то скажут инструкцию или что? Чем эта информация будет отличаться? Думаю, да Думаю, да Думаю, какой-то лайфхак Мне кажется, это просто не очень хороший пример Наверняка там есть что-то более сложное и более закрытое, скажем так Конечно У блогеров же сейчас очень сильно популярны различные чек-листы, не знаю, какие-нибудь вебинарчики, еще что-то с закрытой информацией Таким образом они могут это условно перенести на стороннюю площадку Что значит закрытая? Вот насколько закрытая информация? Ну, в смысле, какое-то такое знание, которое стоит денег, которое ценностью Чек-лист я вам бесплатно за подписку пришлю А дополнительную информацию у меня будет в закрытом аккаунте, я не знаю, там что Мне это знаете, что напоминает? Я сейчас скажу кое-что 18+, это все равно, что в Твиттере Это все равно, что в Твиттере А не только тебе Да, я скажу, вы такие Сказал? Молодец Это все равно, что в Твиттере Под хэштегом, я слышал, есть такой хэштег Никогда не проходил по нему, но я слышал, что есть такой хэштег Ньюса четверг, вот И когда мне мальчишки рассказывали, что когда нажимаешь на него Там есть вот фотографии И там есть обнаженные фотографии И в профиле девушек, которые публикуют обнаженные фотографии Очень часто есть ссылочка на сервис под названием OnlyFans А скоро, кстати, не понадобится, похоже Это не только с Твиттером Если что Ааа, зря я что-то А в Твиттере, наверное, этот хэштег сейчас прикольно смотреть Это примерно как в интернете в старые добрые времена Потому что Твиттер замедленный, и ты такой открываешь хэштег И картинки сверху вниз так грузишь И такой, вот я сейчас изобразил, такой потей Когда же уже Скоро это даже не понадобится никакая ссылка Потому что еще одна новость, просто офтопом сюда залетает То, что, возможно, в Твиттере скоро появятся донаты Типа за классные какие-то твиты Ты это и хотел сказать? Нет И бизнес-аккаунты, которые позволят прямо со страниц Можно ли назвать это? То есть товары Можно ли назвать это бизнесом? То есть этот человек, который публикует свои голые фоточки Это бизнес-вумен У нее ИП есть? Или она самозанятая? Самозанятая, да Но она там действительно, судя по фоткам, самозанятая Могу добавить то, что я достаточно много общаюсь с разработчиками приложений И вообще последние полгода, наверное, очень много выходит Или, ну ладно, не выходит, разрабатывается приложение, завязанное на блогерах То есть это стало супер сейчас популярно Всевозможные подобные приложения Я про это слышала от нескольких источников То, что разные подобные разрабатываются Какие-то аналоги ТикТока, Инстаграма и так далее Именно завязанные на блогерах И посмотрим, что будет еще приходить Но почему-то люди думают, что это будет очень хорошо монетизироваться Наверное, это завязано на ТикТоке Вот, но вообще-то интенция такая есть Еще одна новость залетает сюда очень быстро И просто мгновенно вылетает отсюда Оказывается, россияне проводят в ТикТоке больше времени, чем в ВК Вот такая новость была, и она улетела В эту соцсеть можно зарегистрироваться только по специальному промокоду Просто так ты туда не зарегаешься Помните, недавно была какая-то соцсеть по инвайтам? Да, она уже исчезла, так что неважно Ну, вообще, на самом деле, мне реально возникают вопросы к таким проектам Типу, у вас монетизация достаточно сомнительная То есть люди должны платить деньги за то, что им будут рассказывать, как варить яйца по шот Так еще его сокращаете Это мы придумали, возможно, там ребята скажут, у нас все, кроме пашот Нет, это на скриншота Это они придумали уже Они себя так позиционируют То есть это то, что видит пользователь перед тем, как скачать приложение Это супер важно И при этом, при всем вы еще и сокращаете количество охвата аудитории То есть для меня, честно, загадка, зачем вообще так делать Ну, типа, нагонять какую-то тайну, мистику на проекте Только избранные, только с блогерами, но за деньги Ну, это же работает Ну, та самая соцсеть, назовем ее имя, Clubhouse, она же все-таки взлетела за счет инвайтов Там не было платного контента Там даже не так По факту в этом проекте весь контент будет платный, правильно? Весь контент Прикиньте, если бы в Clubhouse вход в любую комнату еще деньги стоил Да, но изначально, мне кажется, Clubhouse раскрутился за счет того, что там был классный контент Классные люди, которые приглашали таких же классных людей по инвайтам Да И потом все туда хотели попасть, потому что они знают, что в каких-то комнатах там классно Если бы там начали регистрироваться массово школьники Вряд ли бы все говорили, что Clubhouse классный, хочу попасть в Clubhouse, дайте мне инвайт Я согласна с тобой, но мне кажется, что у этого проекта сливая аудитория как раз школьники И они все равно так говорили все Ну да Смотрите, что происходит там Что творится Ты поглянь Ты поглянь Правительство решило доплачивать разработчикам видеоигр популяризирующим русскую историю и культуру Опа Князь Владимир Мультик вспоминается сразу Именно Князь Владимир Мультик мне, конечно, не вспомнился, но вот это все Мне сразу в голову пришли, ну что это может быть? О, я знаю, что пришло World of Tanks Да Это все, что я знаю про Ну как? Ну ведь World of Tanks Дождите, там должно популяризировать культуру или что? Культуру и искусство То есть я считаю, должно быть что-то типа World of Poets Да Или World of, там, не знаю, наши богатыри Богатыри Богатырис Конечно, их много Так вот, правительство рассматривает возможность создания специального фонда на эти нужды Более того, я, это вот пишет коммерсант Но до этого еще РБК писал то, что они решили, в общем, вообще делать такой фонд онлайн-контента И там же, и поддержка всяких онлайн-кинотеатров И вот туда контент сделаем И игру ли туда же И, в общем, они говорят еще так забавно В новости написано, что Правительство по многочисленным просьбам паблишеров Мы решили создать этот фонд, потому что паблишерам не хватает денег Паблишер такие, что? В смысле, какие-то Может быть, вам денежку предложили? Только что подняли, чтобы мы успокоились И они такие сидят, программируют, программируют Такие, а? И, в общем, оказалось, что это, ну, как предполагают эксперты Что это по просьбе Яндекса и Мейл.ру, на самом деле Идею, пишет коммерсант, лоббировали Яндекс и Мейл.ру Ее также поддержали в администрации президента Я хотел у вас вот что узнать Какие игры вызывали у вас патриотические чувства в последний раз? Знаешь, какие? Вы по-любому в них играли У нас был недавно пост в обустроенную эту тему Василий Иванович и Петька Вот эти вот игры, золотая коллекция от издателя Бука Вот эти все квесты, которые там были Игры казаки Казаки, да, Штырлец Да, и про, как их? Братья-пилоты Именно они, точно, да Все эти шутят, что Ну вот, может быть, там, Тетрис, который будет в Триколор Всегда То есть он специально перекрашенный И причем такой раз, не пропадает Раз, есть у тебя красный, синий, белый А только растет Как наш Россия, матушка Как ВВП наш Мне напоминает эту историю с кино российским Где вкладывают кучу денег Для того, чтобы популяризировать, не знаю, войну Патриотизм и вот это все И это все все равно скатывается в очень плохой контент В отсутствии популяризации всех этих тем И просто отмывание За что не возьмись Все, как бы это Ну вот это очень напоминает, да И сегодня роль критика, видимо, всех новостей Всех людей вокруг Не знаю, в общем, я так вот посидел над этой новостью Подумал, что вообще патриотические игры — это хорошо, на самом деле Ну то есть воспитывать... Воспитывать патриотизм через игры — это круто Просто не надо это делать в лоб Например, когда ты играешь в World of Tanks Вряд ли ты такой Беларусь Вот я прям вот проникаюсь этим белорусским флером Нет, ну танки У меня есть хороший пример не российской игры Не пророссийскую культуру Но что можно было бы условно подобное сделать Типа как в Assassin's Creed Когда ты играешь, ты погружаешься в какую-то культуру определенного времени В историю всего этого Понятно, что там куча надумок, но все равно там есть какая-то линия повествования Которая завязана на том, что реально происходило Вот что-то подобное, возможно, было бы прикольно Про богатырей, конечно Итак, новость из категории «интересно» и немножечко смешно Все знают, что такое сигнал, да? Мессенджер, достаточно популярный Есть еще тоже такое интересное приложение Называется Celebrite, если я правильно его называю Которая, собственно, недавно, ну условно взломала сигнал Это было в конце 2020 года Они об этом объявили Был такой, ну не то что скандальчик Ну так, немножечко про это поболтали, похихикали все И вот это приложение второе, которое взломало мессенджер-сигнал Оно помогает следователям, государственным органам, там, правоохранительным Более удобно собирать информацию с устройств, которые были изъяты при задержании, например То есть это связано непосредственно с законами И дело в том, что там несколько дней назад Разработчик приложения «Сигнал» взломал приложение Celebrite Нашел там кучу различных уязвимостей И выложил это все дело в сеть Собственно, и было выложено видео даже в интернет Что конкретно может происходить В приложение можно встроить определенные там библиотеки из ДКшки Которые позволят изменять информацию Ту информацию, которая собирается с мобильного устройства То есть простыми словами, вас задержали, ваше устройство взяли Собрали оттуда информацию, потому что вы задержаны В этом смысл пользования этим сервисом А стороннее ПО взяло и заменило содержание файлов И плюс к этому в сам сигнал будет вшит определенные тоже какие-то что-то Извините, не технический человек Что обезопасит пользователей от Celebrite В том случае, если они будут задержаны То есть это чуть ли не открытая война Там еще очень была интересная формулировка Он сказал, что мы будем зашивать в наше приложение интересные файлы Да-да-да-да Каких конкретных угроз, просто там будут интересные файлы Какое-то сопротивление просто Подожди-подожди, они обещали вшивать в наше, в свое приложение интересное? Сигнал, да, конечно Или они такие, мы сейчас к вам придем и к вам вошьем Да кому же, он сделал это в прямом эфире практически Да? Да Блин, вот это классно Вот это вот демонстрация силы, мне кажется, очень крутая Ну это прям вот ткнуть лицом просто в грязь Это очень эффектно, конечно Ну а Celebrite признает? Никаких комментариев На момент записи нашего подкаста вообще никаких Это на самом деле очень плохо Потому что это очень серьезные уязвимости И по факту, так как теперь это известно По идее, по-хорошему нужно приостановить использование этого сервиса Ну потому что... То есть потому что он взломан элементарно Он небезопасен и он по факту работает плохо То есть он нужен для того, чтобы упрощать жизнь Там госслужащим, этим услужащим органов безопасности А по факту он может подменять информацию Это незаконно, ну как бы, как можно пользоваться этой информацией Там же кроме подмены информации еще, по-моему, он дает возможность взломать Как бы компьютер того, кто пытается взломать сигнал Это, наверное, намного хуже, чем возможность подменить информацию Вообще поступок в стиле Дурова такой Это было бы классно, если бы это Дуров сделал Ну вообще да Все бы такие, о, Дуров вернулся Со своими громкими заявлениями Вы, кстати, смотрели фильм про Дурова? Майор Гром Пока